Вести Карачаева Черкесия В 2023 году группа компаний «Домате» планирует увеличить объем производства баранины на Северном Кавказе до 18 тысяч тонн. По словам руководителя направления «Баранина» группы компаний «Домате» Леонида Ханукаева, к началу следующего года предприятия холдинга в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии намерены нарастить мощность до 25 тысяч тонн мяса в год. Достичь намеченных объемов позволит экосистема поддержки фермерских хозяйств, созданная холдингом. Этой весной на срочную службу в Вооруженные силы России отправятся около 80 юношей из республиканской столицы. Весенняя призывная кампания в стране пройдет до 15 июля. Как и в предыдущие годы, учитывается физическая подготовка, состояние здоровья новобранцев, а также высшее и среднее специальное образование, наличие военно-учебной специальности, полученной в ДОСААФ. Служить в течение года призывники будут в различных округах России. В зону проведения специальной военной операции они направляться не будут, отметили в военкомате города. Всего Карачаево-Черкесия направят в армию в весенний призыв 2023 года около 400 человек. Правительство Карачаево-Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которые включают в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики. Комментирует информацию заместитель министра строительства и ЖКХ республики Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. В этом году в Карачаево-Черкесии стартует капитальный ремонт и строительство 20 объектов здравоохранения, в частности капитальный ремонт четырех медучреждений, участковой больницы в ауле Чугута, поликлиники Хабейской центральной районной больницы, амбулатории в селе Важном и врачебной амбулатории аула Эльжит-Чукун. Взамен ветхих зданий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов будут построены 16 новых объектов первичного звена здравоохранения, оснащенных необходимым современным оборудованием. Вместе с тем в текущем году распахнут свои двери обновленное здание поликлиники Малакарачаевской центральной районной больницы, а также новые врачебные амбулатории в Преградной и Октябрьском, и ФАП в Учкулане. Уникальный физкультурно-здоровительный комплекс в Тиберде и четыре спортивные площадки появятся в Карачаево-Черкесии в текущем году. Монтаж первого в республике блочно-модульного фока начнется в Тиберде. Его уникальность заключается в том, что это быстровозводимое спортивное сооружение по качеству и сроку эксплуатации не уступает капитальным постройкам. При строительстве используются сэндвич-панели, современный материал для строительства каркасных объектов. Их используют для строительства даже в северных регионах России. Это будет современное здание, в котором предусмотрены необходимые помещения для работы спортивного учреждения. Кроме того, в текущем году планируется строительство четырех многофункциональных спортивных площадок в аулах Сары-Тюзы в Акожиле, в поселках Провокубанском и Заречном. На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» прошло совещание всего цифрового сотрудничества нашего региона. Операторы мобильной связи, интернет-провайдеры и Министерство цифрового развития республики сообща строят план по достижению единой цели – обеспечить каждый населенный пункт региона стабильной мобильной связью. Комментирует информацию первый заместитель министра цифрового развития региона «Энверкип Киев». Сегодня же день нами разработаны и реализованы по налоговой ставке, то есть сниженная налоговая ставка для IT-компаний, которые ведут свою деятельность на территории Карачаева Черкесской республики. Также это следующая мера – снижение арендной платы муниципального и государственного имущества, которое они берут в аренду. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории Карачаева Черкесии в текущем году запланировано благоустройство 66 территорий, 10 из них – общественные и 56 – дворовые. В частности, ожидается масштабное обновление дворовых пространств. Так, больше всего дворов модернизируют в Черкесске – 25 территорий. Будет также благоустроено 3 парка, 5 скверов, 1 аллея и 1 каскадная лестница на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», который относится к типу общественных пространств. Работа затронут 14 муниципальных образований республики. В прошлом году в республике было облагорожено 63 территории, в том числе 13 – общественных и 50 – дворовых. Черкесск принимает участие во всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства. В следующем году мэр города Алексей Баскаев призвал горожан активно участвовать в рейтинговом голосовании, организованном в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Республиканский центр на голосовании представит два общественных пространства – сквер на улице Красноармейской и Покровский парк. Выбрать, какое из этих мест нужно привести в порядок в первую очередь, жители города старше 14 лет смогут с 15 апреля по 31 мая. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2024 году. Проголосовать можно на сайте 09.городсреда.ру 25 многодетных семей Черкеска получили землю в южной части города. С начала исполнения регионального закона власти республиканской столицы раздали данной категории населения около 800 участков. Информацию комментирует заместитель мэра Черкеска Заур Тугов. Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать собственность земельный участок. Поэтапно невозможно проанализировать все земельные участки в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставлялись семьям. С 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 20 мая. По традиции на портале культура.рф можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций. Тема акции созвучна году педагога и наставника «История и истории». В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях и научных открытиях. Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны, в том числе и Карачаево-Черкесии, готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Международная акция «Единая Россия. Диктант Победы» в этом году пройдет более чем на 12 тысячах площадок. Все желающие смогут поучаствовать в ней 27 апреля, как очно, так и онлайн на сайте «диктантпобеды.рф». Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. В Карачаево-Черкесии все желающие могут написать диктант Победы на 50 площадках. Они будут открыты на базе школ, СУЗов, ВУЗов, воинских частей во всех городских округах и районах республики. В Карачаево-Черкесию вернулась международная акция «Сад памяти», главная цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в памяти о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже на протяжении нескольких лет в нашей республике, в лесном фонде, в парках и скверах, в детских садах и школах высаживаются тысячи молодых деревьев. А в прошлом году акция получила новый формат – саженцы фруктовых деревьев стали бесплатно раздавать нуждающимся семьям. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. У нас проходит очередное мероприятие Всероссийской патриотической акции «Сад памяти», конкретно она называется «Сад памяти дома». Суть акции в том, что саженцы плодовых деревьев распределяются по семьям нашей республики. Муниципалитеты распределят по семьям, и как раз такие сады КЧР предоставили памятку о том, как эти саженцы наиболее удобным способом высадить, чтобы они приспособились. То есть, какую обработку необходимо сделать. Эта памятка будет как раз доведена до всех, кто получит саженцы. Жители республики могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который состоится в третий раз 28 и 29 июня текущего года в Москве. Подать заявку могут некоммерческие и муниципальные учреждения, а также инициативные граждане и частные предприниматели. Десять лучших по итогам отбора инициатив будут представлены президенту России в рамках очной части форума. Прием заявок продлится до 26 апреля. Жители республики могут принять участие в юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять участие в конкурсе могут управленцы из всех регионов страны в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. Согласно статистике, более трети участников – представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, еще около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса. Главный приз конкурса управленцев – 1 миллион рублей. Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф. Стартовал социальный проект в сфере креативных индустрий «Развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Об этом сообщила руководитель проекта Дарья Зинковская. Стартовала реализация проекта при поддержке президентского фонда культурных инициатив, проект в сфере креативных индустрий «Развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». И мы рады сообщить, что уже стартовал отбор участников. В данном шоу могут принять участие 16 представителей регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгеи. И цель данного проекта – формирование новой системы продвижения культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Подумайте, может быть, именно вы хотите стать лицом своего региона в данном шоу и показать всем жителям не только нашего Кавказа, но и других регионов России и других стран истинное лицо Кавказа. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Об этом рассказала игротерапевт проекта Екатерина Борисова. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, чтобы родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. В Карачаево-Черкесии снят документальный фильм «Вместе мы сила». Лента подготовлена в рамках проекта, руководителем которого является преподаватель истории Карачаево-Черкесского технологического колледжа Арсен Карасов. Проект получил грантовую поддержку Фонда культурных инициатив и направлен на формирование устойчивого понятия тесной исторической взаимосвязи Донбасса и русского мира, развитие чувства патриотизма и любви к родине, а также повышение интереса детей к истории страны и сохранение исторической памяти. Открытый просмотр фильма состоится в Черкесске в первых числах мая. В республике будет создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, который будет предоставлять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению сроков предоставления услуг как минимум в три раза. До конца этого года в электронный вид переведут 90 услуг. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Карачаева Черкесской Республики» в Центре занятости Черкеска реализуется ряд мероприятий, способствующих трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Информацию комментирует начальник отдела занятости Елена Жадькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение, иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных некарлиматических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с двумя работодателями. Компания «Руссети Северный Кавказ» в этом году направит на обновление оборудования на подстанциях в Карачаево-Черкесии 34 миллиона рублей. За счет этих средств планируется обновить около 200 единиц основного оборудования на подстанциях. Ожидается, что в результате будет повышена надежность электроснабжения 25 социально значимых объектов и более 30 тысяч жителей Прикубанского, Зеленчугского, Карачаевского и Малокарачаевского муниципальных образований. Сразу в двух школах Абазинского района полным ходом идут работы по капитальному ремонту. В частности, обновятся здания общеобразовательных учреждений в ауле Кубина и гимназии номер один ПСЖ. На объектах проведут ремонт фундамента, потолков, заменят окна и двери, отреставрируют фасады. И, конечно же, будут выполнены внутренние облицовочные работы. Вместе с тем планируется замена систем отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. Ремонтные работы планируют завершить до начала нового учебного года, чтобы 1 сентября учащиеся смогли вернуться в обновленные школы. С 7 по 12 мая текущего года в станице Преградной Урупского района пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Боташева. Студенты российских вузов выступят в таких дисциплинах, как греко-римская борьба, вольная борьба и женская вольная борьба. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!